Теперь о главном, о любви. Такого начала от главы государства присутствующие явно не ожидали. В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин говорит не о внешней политике или вооружении, а о семье. И первое же заявление о материнском капитале встречают овации. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос, что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года. Мы продлим эту программу. И не просто продлить. Уже с этого года материнские капиталы начнут выдавать за рождение первенца. Сумма немалая. 466 617 рублей. Еще 150 тысяч доплатят за второго. Ну а если в семье уже есть ребенок, то за рождение второго родители получат небывалые 616 тысяч рублей. Единственное условие ранее за первенца выплат быть не должно. Но и этого, уверен президент, недостаточно. Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 миллиона рублей. Без помощи не останутся и те, кто считает каждую копейку. Семьям, где доход на человека меньше двух прожиточных минимумов, на каждого ребенка ежемесячно будут получать 11 тысяч рублей. Такое пособие будут выплачивать до трех лет. А вот семьям, где доход еще ниже, выплаты могут продлить аж до 7 лет. Уральцам же повезло еще больше. Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах федерации. Теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Школьникам президент пообещал бесплатное горячее питание. Правда, только ученикам младшей школы. Сюрприз ждет в новом учебном году и классных руководителей. Отныне они будут получать стимулирующие выплаты до 5 тысяч рублей в месяц. Больше возможностей в новом году будет у будущих студентов. Количество бюджетных мест вырастет. Врачам Владимир Путин пообещал новую прозрачную систему оплаты труда молодым ученым и стартаперам поддержку государства. И не бывало. Изменится и главный государственный документ – Конституция. Так депутатам и чиновникам запрещено будет иметь иностранное гражданство. Учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Поставленные президентом цели требуют огромных финансовых ресурсов. Но, по мнению Владимира Путина, найти их можно, если правильно расставить приоритеты. Елена Градиенко, Главные новости Екатеринбурга.